Друзья, смотрите, увидела чисто случайно, идет женщина впереди и несет подмышку собачку. Это как раз та собака, которая когда-то потерялась. Помните, во влоге я вам показывала, что она приставала к Гетсби, вот так что, видите, хозяйка. Я все-таки нашла, как я вам и говорила, женщина с коляской. Очень теперь спокойно мне на душе и хорошо. Думаю, многим из вас тоже будет приятно это услышать, потому что я знаю, вы спрашиваете. Стою в дверях, ездила в магазин, который называется «Карусель» за продуктами. Сейчас вам покажу, что купила. И знаете, не успела уступить шагу в квартиру, Гетсби подкинул мне сюрприз. Ну-ка, пошли смотреть, что ты там натворил. А что ты остановился? Давай-давай, сейчас всем покажем, как ты себя плохо ведешь. Так, это что у нас такое на полу? Вот это. Это что такое? Это кто сделал? Не знаю, была там жвачка или нет. В общем, это упаковка от Орбита. Всю разгрыз. Давно я тебя, Гетсби, такого не видела. Что это, ты заскучал у меня? Заняться было нечем? Ты жвачку съел или нет? Или это просто был фантик? По-моему, там ничего не было. Вот балбесина, а. Что с тобой теперь делать? Это кто сделал? Кому сейчас вот так вот покажу кулаком? Кто плохо себя ведет? Кто плохо себя ведет? Заяц, кто виноватая собака? Кому вот так вот по попе надо дать? А я тебя гулять хотела позвать. А какой теперь гулять, если ты совершаешь такие ужасные поступки? Кто это сделал? Все он понимает. И не говорите мне, что нельзя собаку ругать, если прошло какое-то время, он не понимает, за что вы его ругаете. Все он понимает. Посмотрите на него. Кто это сделал? Сама невинность. Гетсби, если ты съел жвачку, если ты сегодня будешь булькать, я не знаю, что мы будем вообще делать с тобой. Как я вам уже сказала, заезжала в карусель, мне были нужны пеленочки, я собиралась в Ашан. Но, честно говоря, были сильные пробки, я поленилась поехать. Думаю, поищу-ка я в карусели пеленки для Гетсби. Смотрите, нашла. Цена точно такая же, как в Ашане. 198 рублей 30 штук. 40 на 60 сантиметров. Я пеленки уже открыла, посмотрела. Вообще ничем не отличаются от ашановских, поэтому, если у вас есть карусель, вы можете смело покупать там. Ну, а так, видите, в основном купила из фруктов что-то. Это яблочки, апельсины, помидорки, огурчики, творог для мужа. Я творог не ем. Гручки тоже куриную для него. Багет, ватрушечки. В карусели очень вкусная выпечка, особенно если приехать часов 10 в тетра. Все свеженькое, горяченькое. Прям, ну, я только что съела огромную плюшку. Я даже не представляю, как она от меня вместилась. В общем, друзья, не знаю, что-то я сорвалась. Хотя, конечно, все это вредно, но, не знаю, я иногда позволяю себе какие-то вкусности. Вот, если мне хочется, я беру и съедаю. Ничего страшного нет, если вы кушаете булки. При всем при этом, большинство продуктов, которых вы едите, они все-таки полезны. Ну, тоже не всегда. И в последнее время, знаете, как-то придерживаюсь правильного питания. В ванной решила сделать себе маникюр. Приготовила все средства. Смотрите, кто ко мне пришел. Вот это жучила. Постучался в дверь, открыл ее и пришел ко мне. Я его посадила на стиральную машинку сверху. И вот занимаюсь ноготочками, а он здесь лежит. Раньше я его выставляла за дверь, когда он был поменьше. Думаю, что он будет мне мешаться. А потом уже поняла, что такого. Наоборот, нужно, если собака просится, взять ее. Главное, чтобы он себя хорошо вел. Если он спокойненько себя ведет, почему бы и нет. Да, мой маленький. Если малышу скучно одному, он попросился. Почему же мне его не пустить? Так что вот такие дела. Друзья, смотрите, как он тут хорошенечко лежит. Ты мой сладенький. Да, взрослая собака, умная. Попросился, значит, у тебя хозяйка пустит. Ну, в общем, вот так вот. Занимаюсь ноготочками. Такой вот лак у меня есть от Риммель. Темный-темный. Я в основном таким цветом делаю себе педикюр. Кутикулу я удаляю с помощью вот такого средства. И обычной апельсиновой вот такой вот палочки. Ясбек, кстати, любит грызть. Ну, а так, по-моему, больше здесь ничего интересного. Обычные вот такие вот ножнички. И ватка. Ватный диск. Так что сейчас хозяйка будет с красивыми ноготочками. Да, зайцы. Друзья, извиняюсь за качество освещения. Такой вот полумрак. Просто сейчас сижу вечером дома. Решила немножко с вами поболтать. Ну, просто, знаете, поделиться такой личной частичкой. Вы знаете, что рядом со мной живет моя бабушка. Бабушка у меня очень хороший, добрый такой человек. Очень открытый, отзывчивый, простой. Бабушка у меня, как, наверное, многие из ваших бабушек, любит смотреть передачи а-ля «Пусть говорят». Любит Андрея Малахова. Плачет, если в этой программе показывают какие-то, знаете, жуткие вещи. Кто-то кого-то бросил, с кем-то что-то случилось. Ну, я раньше не понимала, почему так происходит, почему бабушки любят обсудить всякие сплетни. На самом деле им просто не хватает эмоций. Это мы с вами молодые. Мы постоянно куда-то ездим, что-то смотрим. Да, бабушки, что же им? Откуда им брать эти эмоции? Они вот сидят на лавочке, что-то кого-то обсуждают. А также потом смотрят эти передачи. И вот поэтому для того, чтобы вместе с бабушкой интересно провести время, я решила скачать передачу, которая называется «Секретный миллион». Наверное, вы её знаете. Может быть, кто-то из вас смотрел уже. Ну, это что-то типа «Пусть говорят» только про различных артистов, которые раскрывают свои тайны. Я знаю, что бабушка эту передачу не смотрела. Она ещё любит певицу Валерию. Я вот сейчас решила с Ютуба скачать два выпуска этой передачи и пойду к ней в гости, посидим вместе, посмотрим. Хотя мне это, честно говоря, не очень интересно. Иногда приходится чем-то жертвовать, но с другой стороны, это небольшая жертва. Да, я немножко засворю свой мозг вот этой вот ерундой, вот этими какими-то ток-шоу, да, можно так сказать. Но в то же время, мне кажется, всегда очень важно тоже уделять время своим близким и быть с ними на одной волне, поэтому напишите вообще, есть ли у вас что-то такое. Возможно, вы тоже смотрите с своими родителями какие-то передачи, которые вам не очень интересны. Вы же тоже ходите к своим бабушкам, родственникам и слушаете, возможно, разговоры, которые вам мало интересны. Но вы это терпите, потому что понимаете, что так будет приятно, так будет хорошо вашим близким. Мы собираемся гулять, да, маманки? У нас очень сильно похолодало, наверное, сейчас я ему надену вот эту кофточку. Вот так вот мы одеваемся. Снизу шлейка, а сверху кофточка. Вот эта кофта реально одевается просто буквально за две секундочки. Здесь, видите, лапки передний продел, у задних лапок ничего здесь нет. Она просто вот сверху накидывается. Кнопочки быстренько застегиваем. Хомячку маленькому, да? Так, одной рукой неудобно. Когда же я себе уже закажу держатель? Ой, для штатива. Никак не могу заказать, поэтому не могу для вас нормально записать видео. Так. Все. Паковали. Ой, он такой в капюшоне, смотрите, смешной. Эй, Гетцби. По-моему, ему нравится. Хотя сейчас наверняка я его отпущу. Упрется и скажет, не пойду. К бабушке сейчас зайдем. Она скажет, какой Гетцби красивый, да? Гетцби. Ради такого-то стоит. Бабушка похвалит маленького. Ой, смотрите, как я застегнула так кривко. Одну пропустила. В общем, сейчас камеру положу заново, его застегну и вам покажу. Так. Вот она сидит, самая несчастная собака в мире. Уже расстроился, что надели костюм. Здесь удобно, видите, есть такая дырочка. Высовываете колечко от шлейки и пристегиваете поводочек. Все, пошли, пошли скорее. Ну что, заяц, тебе удобно? На удивление, это одна из немногих вещей, в которой ему действительно очень комфортно. У нее и размер большой, и она не облегает, мягенькая. Единственное, что мне не нравится, что вся собачья одежда практически идет с капюшонами. Хотя эти капюшоны, они никому не нужны. У меня собака ни за что не будет ходить в капюшоне. Ты чего, уперся? Ну-ка давай, покажи, как ты бегаешь. Видишь, как тебе удобно, хорошо. Да? Вот. Тоже утеплился. Маленький. Скоро уже вся листва падет. Никакой зелени не останется. Будет серо и мрачно. У нас, наверное, градусов 8. Очень холодно. Я заказала на Алиэкспресс новую косточку, потому что старая у нас здесь вот колечко обломилась. Ну, она стоила, по-моему, рублей 40 с доставкой. Честно говоря, качество мне не нравится. Я уже все больше и больше склоняюсь к тому, чтобы в ближайшее время купить ему новую рулетку. Потому что это совсем уже старенькая. Ей практически 4 года скоро будет. Посмотрите, какого она вида. Сейчас от Флекси есть очень симпатичные рулетки ярких цветов. Для рулеток Флекси есть даже, по-моему, специальные боксики, в которые можно класть вот эти вот пакетики. И все будет смотреться очень симпатично. Фу-фу-фу, что ты там унюхал. Вот, смотрела на сайте Озон. Пока не могу определиться с цветом. Появились новые, ярко-зеленые, по-моему, ярко-оранжевые. Как-то вроде бы хочется взять что-то поярче. А в то же время у нас такой климат. Холодный. Если бы мы на юге жили, можно было бы взять какую-нибудь яркую. А в нашей суровой реальности, наверное, взять что-то более нейтральное. Может быть, возьму голубенькую. Будем гулять. Кетзби, а где кошка? Где кошка? Иногда у нас слово кошка ладит. Ну, сейчас что-то он отказывается от этого. Давай бежим скорее. Дождика нет? Пошли сюда. Где бабушка? Пошли к бабушке скорее. Что? Давай, поднимайся наверх, скорее бабушка. Давай, скорее, скорее. Где бабушка, Кетзби? Ой. Спишь, Ба? Привет. Нет, ты что? Кто быстрее? Кто на кухне уже рванул? Кетзби? Там, посмотри, ничего не стоит. Нет, нет, ничего не стоит. Сразу на кухню проверять. А то он это, чего не хапнул. Так, Кетзби. Кто съел кашу для кошек? Бабушка приготовила кормить кошек бездомных. А ты? Я просто много сварила. За секунду уже все. На кашу набросился. Быстро съел сколько смог. И кошки теперь останутся голодными. С палочкой все свои играешь, да? Утром жвачку съел. Хозяйка тебя поругала. Да? Притих, притих. А теперь все. Хозяйка простила. Весь день бегает, играет. И палочку мусолит. Лапы какие у тебя, Кетзби, уже не стрижены. О! Только вот на видео заметила. Надо лапки тебе подстригать будет. Может быть, завтра. Пока еще на улице ничего, такая погодка. Может быть, я даже сделаю это на улице. Потому что, конечно, когда дома подстригаешь, шерсть летит. А на улицу вышел с ножничками и подстриг. Да, малыш? Может быть, сегодня даже сходим и подстрижем лапки. Мартышка. Так вот, может лежать реально полчаса и грызть эту свою палку. Вы меня часто спрашиваете, что за палочка. Кто-то не знает. Ну, в общем, это ватная палочка. Я с нее ватку снимаю. Также потом получают у вас комментарии, что это, наверное, опасно. У кого-то собачки эти палки разгрызают. Конечно, друзья, в таком случае ни в коем. Разе вообще не нужно давать палки или какие-то мелкие предметы вашей собаке. У меня Гетсби не разгрызает. Вот сколько вот их не было. Я ее забираю. То есть он погрызет, выбрасываю. Потом на следующий день даю нового. Конечно, если он одну палку, может быть, будет грызть неделю. В конечном счете она не выдержит. Креветка. Вам, наверное, совсем-совсем плохо видно, друзья. Но, в общем, Гетсби у меня стоит тут и вылизывает свою миску, на которой остался этот паштет Роелканим. Я ему, помните, неделю назад давала, после того, как у него животик болел. Он ему так понравился. Потом я ему опять стала корм сухой давать. А сегодня решила его порадовать. Я купила ему еще баночку, насыпала, вернее, положила чуть-чуть его, и он его кушал. Теперь подходит все время. А миска-то вон, она уже пустая, блестит, не знаю что, все равно. Лижет ее, лижет. Да? Фунечка, малыш. Ты сел, хозяйка про тебя рассказывает. А я вообще-то хотела показать, как ты миску лижешь. А ты сразу перестал это делать, да? Ты перестал это делать, мой хороший. Ты какой-то лохматый у меня. Когда вот действительно, знаете, дом бегает, ты замечаешь каких-то вещей на нем. А вот сейчас смотрю через объектив на экране у телефона. И смотрю, он такой у меня уже и ушки у тебя вот тут по контуру обросли. И на лапках шерсть выросла. И вот здесь вот можно тебя уже подстричь. А то ты какой-то опять стал сток сена, хомяк. Так вот сядет в уголочки и слушает спокойненько. Я даже, когда прихожу к бабушке, она все время поражается. Бабушке, да? Мы с тобой ходим к бабушке. Как бабушка тебя хвалит всегда. Говорит, какая же умная собака. Такая маленькая и такая умная. Головой всегда вертит. Бабушка тоже над ним смеется, как он вертит головой. Ты мой хороший. Ну иди, я тебя поглажу. Иди ко мне. А вот так вот зовешь, практически никогда не подходит. Иди сюда. Не пойдешь к хозяйке, да? Да, малыш? Не хочешь к хозяйке идти? Пятягушки. Ну давай, иди. Иди поглажу. Иди поглажу, мой хороший. Так вот. Просишь, просишь. До десятого раза придет. Придет. Иди, мой солнышко. Солнышко лохматое. Маленький, маленький.